Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы познакомим вас с животными, о которых еще никто не знал несколько лет назад. Да что там говорить, в нашем мире до сих пор есть животные, которых мы все еще не знаем. Они скрываются в глубинах океанов, в густых лесах и на отдаленных островах. Каждый год исследователи описывают от 14 до 18 тысяч новых видов животных. Физически мы не можем рассказать вам обо всех новеньких, поэтому мы выбрали 10 самых интересных экземпляров. И сейчас расскажем вам о них. Среди них будет шоколадная лягушка Тапир, лохматый краб, паук, напоминающий шляпу из Гарри Поттера и многие другие. Готовы ли вы увидеть создания, о существовании которых многие даже не догадываются? Тогда садитесь поудобнее и поехали. Шоколадная лягушка Тапир, Синоптура нузданта Вы не поверите, но лягушка из Гарри Поттера и вправду существует. Если вы смотрели эту киноэпопею, то наверняка помните эпизод, когда Гарри ехал в Хогвартс на магическом экспрессе и угощался шоколадными лягушками. Так вот, это земноводная точная копия необычного угощения. Шоколадная лягушка Тапир в течение многих лет скрывалась от ученых глубоко в тропических лесах Амазонки. Долгое время ей удавалось ускользать от обнаружения благодаря своей скрытности, ночному образу жизни и склонности прятаться под лесной подстилкой. Но в 2022 году этот вид наконец-то был открыт исследователями из Перу. Шоколадных лягушек выдали голоса, напоминающие звук бип-бип. Животные имеют темно-коричневый цвет и в длину вырастают всего до 2-3 см. Они имеют поразительное внешнее сходство с амазонским тапиром. У земноводных вытянутый нос и свиные черты лица. Исследователи, обнаружившие этот вид, считают, что он является обнадеживающим признаком здоровья местных тропических лесов и утверждают, что лягушка Тапир является одной из причин сохранения торфяника в Перуанской Амазонии. Нанохамелеон Брукесия нано. Знакомьтесь, это самый маленький хамелеон в мире. Без преувеличений, это ящерица размером семечку менее 3 см в длину. Самая маленькая из известных рептилий в мире умещается на кончике пальца человека. Новый вид был обнаружен немецкими герпетологами и другими исследователями в 2021 году в тропическом лесу на севере Мадагаскара. Так у специалистов появилось объяснение удивительной миниатюрности. Из-за изолированного положения острова эволюция могла пойти по пути уменьшения размеров тела. Нанохамелеоны имеют бледно-коричневый окрас со светлыми и темно-коричневыми бугорками и пятнами. Они не являются древесным видом, поскольку, как правило, обитают на лесной и лиственной подстилке. Также, в отличие от большинства других хамелеонов, мини-ящерицы не меняют окраску. Из-за вырубки лесов на Мадагаскаре вид находится под угрозой исчезновения. К тому же считается, что из-за потери среды обитания миниатюризм нанохамелеонов продолжает развиваться. Психоделическая рыба-легушка Из Теофрии сайхиделика Эта глубоководная рыба выглядит настолько нестандартно, что первоначально даже трудно понять, это рыба или что-то другое. Благодаря большой голове, широко расставленным и направленным вперед глазам, как у позвоночных животных, рыба имеет своеобразное выражение лица. Она вырастает до 15 сантиметров, ее хвостовой плавник изогнут в сторону, а грудные плавники видоизменены и похожи на лапы наземных животных. Окраска рыбы отличается желтыми, красными и бело-голубыми извилистыми полосками, которые расходятся в разные стороны от кристально-голубых глаз. Рыба-легушка передвигается по принципу реактивного двигателя. Она раздувается и со всей силы выталкивает через жабры воду. Тем самым она напоминает лягушку, скачущую по дну океана. Ну или теннисный шарик. Психоделическая рыба-легушка часто встречается возле острова Мбали в Индонезии. Ее расцветка позволяет отлично маскироваться среди коралловых рифов, а толстая складчатая кожа, покрытая густой слизью, защищает от повреждений. Этот вид был обнаружен и впервые описан их теологами из Вашингтонского университета в Сиэтле в 2009 году. Губковый краб Ла-Макродромия бигли Самый лохматый в мире краб, имеющий уникальную маскировку, живет на юго-западе Австралии. Ну, согласитесь, выглядит он как подводная чубакка. Крабы Ла-Макродромия бигли имеют в ширину не более 5-7 сантиметров, а их тело полностью покрыто шерстью. Еще они отличаются удивительной способностью. Для защиты от хищников крабы собирают, прикрепляют и носят на своих панцирях морские губки и других малоподвижных морских обитателей. Уникальные животные были открыты в 2022 году, и то совершенно случайно. Одну особь выбросила на берег недалеко от австралийского города Денмарк. Люди, которые нашли краба, отправили образец исследователям в Музей Западной Австралии в Перте. Ученые нашли похожих крабов в музейных закромах, безымянных или неверно идентифицированных. И пришли к выводу, что это все-таки новый, прежде неизвестный вид. Самый ранний экземпляр Ла-Маркдромия бигли датирован декабрем 1925 года. Почти 100 лет Махнатик скромно дожидался описания. Новый вид решили назвать в честь корабля HMS Beagle, на котором Чарльз Дарвин совершил кругосветное путешествие. Паук Эриовиксия Гриффиндори Когда в 2015 году индийские ученые открыли новый вид пауков, то недолго, думая, назвали его Эриовиксия Гриффиндори в честь распределяющей шляпы из книг о Гарри Поттере. Потому что он действительно похож на шляпу из Хогвартса, которая принадлежала Годрику Гриффиндору. Эти пауки имеют форму тела, напоминающую одновременно и головой убор, и сухой листик. От других насекомых они отличаются вытянутым назад и загнутым вниз заостренным кончиком длинного брюшка. Паучки имеют буровато-серый окрас и очень маленькие размеры. Они вырастают менее 1 см в длину. Так они остаются малозаметными на фоне листвы. Даже в дневное время хищники не смогут их найти. Обитают эти паучки на территории индийского штата Карнатака, в священных лесах западных гад, состоящих преимущественно из вечно зеленых растений. Эти пауки ведут скрытный ночной образ жизни. Поэтому более подробной информации пока о них нет. Моллюск Литоредо аботаника Литоредо аботаника – это новый вид шашней из морских двустворчатых моллюсков из семейства корабельных червей. Они обладают вытянутым цилиндрическим телом белого цвета длиной около 15 см. Обычно эти черви питаются древесиной, но открытые существа поедают картонный известняк. Резцами, похожими на шпатель, моллюски бурят в камнях ходы и заочно питаются им. Но зачем? Исследователям так и не удалось выяснить. Ученые предполагают, что известняк может помогать им измельчать планктон. С другой стороны, возможно, эти существа научились извлекать питательные вещества из самих камней, способом о котором пока неизвестно науке. Новый вид корабельного червя распространен только в реке Абатан на востоке острова Бахоль на Филиппинах. Впервые моллюсков нашли в 2006 году, однако исследовать их начали в 2018. В ходе работы специалисты вскрыли несколько известняковых глыб и обнаружили норы, внутри которых обитали моллюски. Их изъяли и провели наблюдения в лабораторных условиях. Новый род и вид описали в июне 2019 года. Гиббон Скайуокера Скайуокер хулок гиббон Гиббоны – стройные и грациозные обезьяны. У них длинные руки и ноги, густой мех. Они отлично приспособлены к жизни на деревьях. Перекачиваясь на руках от ветки к ветке, гиббоны могут преодолевать за один скачок по 3 метра. На земле гиббоны передвигаются на двух ногах, поднимая руки вверх для поддержания баланса. В январе 2017 года в американском журнале приматологии впервые был описан новый вид этих приматов – гиббон Скайуокера. Эти животные обитают в тропических лесах на юго-западе Китая. Их принадлежность к отдельному виду была установлена после ряда генетических экспертиз. До этого считалось, что данные гиббоны представляют один из двух уже известных видов – западный или восточный. Ученые решили назвать новеньких в честь известного героя, из-за своей любви к вселенной звездных войн. Кроме того, иероглифы в китайском наименовании животного дословно означают «движение небес». По оценкам исследователей, на сегодняшний день на территории Китая обитает около 200 представителей этого вида. Однако точный размер популяции неизвестен. Паук бамбутула – таксинус бамбус. В 2022 году в лесах на севере Таиланда ученые обнаружили новый вид пауков-птицеедов. Это было первое подобное открытие в Азии за последние 104 года. Новый вид был найден в бамбуковых лесах на высоте тысячи метров над уровнем моря благодаря ютуб-блогеру Джо Чо Си Павату, который опубликовал фотографии одной особи в Facebook. Ученые назвали пауков бамбутула, потому что они живут исключительно в стеблях бамбука. Более того, по словам арахнолога Нарин Чомпхупхуанг из университета Кхон Каэн в Таиланде, это первый в мире птицеед, биология которого связана с бамбуком. Полые бамбуковые стебли дают паукам готовые норы и гнезда. Но у бамбутулы нет необходимых приспособлений для сверления стеблей, поэтому для проделывания отверстий они полагаются на природу или других животных и насекомых. Хитры, однако. Оказавшись внутри бамбука, пауки строят шелковое убежище, которое обеспечивает им безопасность и помогает легко передвигаться. Глубоководная медуза Атолла Рейнольдси Глубоководная медуза Атолла – хорошо известный обитатель так называемой полуночной зоны океана. Зонтик у этой медузы окрашен в ярко-красный цвет и окружен рядом щупалец. Ученые наблюдали за этими глубоководными привидениями в течение 15 лет, чтобы определить, что действительно среди них скрывается совершенно новый вид. И, наконец, в 2022 году исследователи получили достаточно сведений о морфологических и молекулярных особенностях собранных образцов, чтобы описать Атолла Рейнольдси. Необычную и весьма эффектно выглядящую глубоководную медузу описали американские морские биологи из исследовательского института океанариума в заливе Монтеррей в Калифорнии. Представители вида Атолли относительно велики по сравнению с прочими Атолла. Самый крупный экземпляр, который был выловлен, имел диаметр 13 см. У этих медуз есть характерные бородавчатые выросты и гребни, а край зонтика образует своеобразную корону, благодаря чему они получили наименование корона медуз. Также у принадлежащих к новому виду медуз по 26-39 щупальцев одинаковой длины, а типичная для особей Атолла вытянутая щупальца отсутствует. Чернозобый трагон алагоа трагон муриенсис. Эту птичку по праву можно считать самым ярким открытием 2021 года, но есть нюанс. Самцы этого вида одеты в оперение, переливающиеся зеленым, синим, фиолетовым и пурпурным цветами сверху и имеют ярко-красное, желтое или оранжевое брюшко. Они собрали все цвета радуги, а вот самки наоборот обладают невзрачным серым или коричневым оперением. От своих ближайших родственников новенькие отличаются не только своеобразной внешностью, но и особенностями пения. Эти пернатые обитают исключительно в горных лесах Бразилии, и то лишь на территории экологической станции Муриси в штате Алагос. В ходе полевых исследований международная команда орнитологов обнаружила только 20 особей этого подвида, и поскольку площадь лесов продолжает сокращаться, ученые предполагают внести трагона Алагоа в список птиц, находящихся под угрозой исчезновения. На этом у нас все, друзья. Делитесь с нами в комментариях, всех ли животных из нашего видео вы видели впервые или с кем-то из них вы уже были знакомы.